Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Андрей Охимов, вы смотрите канал Технотерм. Сейчас я нахожусь в помещении примерно 8 квадратных метров, это помещение санузла. Здесь, как и полагается, смонтирован кафельный пол. Именно в таких помещениях застройщики часто хотят иметь систему напольного подогрева, так называемые теплые полы. Оно и понятно, далеко не каждый хочет после принятия душа или ванны наступать на холодный кафельный пол. Да, будем честными, мало кому это нравится, да и вряд ли вообще кому-то это нравится. И, соответственно, многие хотят здесь иметь какую-то систему подогрева, чтобы было комфортно наступать на этот пол. Но при этом не все застройщики, далеко не все, хотят здесь иметь систему электрического теплого пола. И многие задаются вопросом, как подключить водяной теплый пол к уже существующей системе отопления. Особенно, если эта система отопления не водяной теплый пол, а, как обычно, бывает радиаторная система отопления. И в этом видео я дам ответ вам на этот вопрос. Я вам покажу максимально простой и элементарный способ. И вы, в принципе, уже самостоятельно, без проблем, вас можете реализовать. Итак, поехали! А снимать эту рубрику мы будем в моем любимом формате, который называется «Серьезные вопросы на картах». Потому что, к сожалению, по-другому это сделать здесь и получается. И если вас уже тошнит от макезиономии, я также здесь предусмотрел унитаз. Что вам нужно делать, вы и так знаете. Итак, вот у нас та заветная коробочка. В паспорте она зовется «Уни-бокс» или «Юни-бокс» для водяного теплого пола. А конкретно эта коробочка производства «Джакомини». Итальянский бренд. Где-то известный, где-то неизвестный. В принципе, у любого крупного производителя есть такие коробочки. Все они называются по-своему. Что эта коробочка из себя представляет? Давайте отвинтим. Вот. Наконец-то мы до нее добрались. Итак, какая главная проблема подключения водяного теплого пола напрямую к системе отопления? Как вы знаете, водяной теплый пол – это низкотемпературная система отопления. Рабочий режим температуры теплоносителя в такой системе составляет максимально 50 градусов. Бывает чуть больше, бывает чуть меньше. Это, в принципе, не принципиально. Система же радиаторного отопления, ее эффективная работа начинается примерно в районе 60 градусов. Поэтому напрямую подавать теплый пол от системы радиаторного отопления – это значит ходить не по теплому полу, а уже ходить по горячему полу. Соответственно, эта коробочка призвана решать эту проблему. Но на самом деле, ни хрена она ее не решает. Здесь также подается полноценный нагретый теплоноситель от системы отопления от температуры 55 градусов до температуры 110 градусов. Но режим работы здесь немножко другой. Почему эту систему использовать можно, а напрямую подключать все-таки не стоит. Итак, из чего состоит этот комплект? То есть, состоит он в первую очередь из термоголовки. То есть, это обычная радиаторная, по сути, термоголовка, которую вы привыкли уже постоянно видеть. Также здесь стоит так называемый комплект термостатный и стоит воздухоотводчик. Воздухоотводчик стоит для понятных, само собой, причин. Итак, какой же принцип работы у так называемого юнибокса для теплого пола? Опять же, он называется по-разному у разных производителей. Это не RTL-модуль, это именно просто, можно так сказать, термостатный комплект для водяного теплого пола. Какой здесь принцип работы? То есть, от контура отопления напрямую подается горячий теплоноситель в систему водяного теплого пола. То есть, максимально с таким модуля можно смонтировать один контур водяного теплого пола. И обычно это контур площадью не более 20 квадратных метров. То есть, сюда подается напрямую нагретый горячий теплоноситель от системы радиаторного отопления, поступает в помещение, прогревает это помещение, как только здесь достигается температура нужная, термоголовка, она перекрывает подачу сюда в водяной теплый пол. Соответственно, у вас не возникает ситуации перегрева воздуха в помещении. Конечно, возможно, пол сам будет чуть выше нормы, но при этом само помещение, оно будет прогрето до той температуры, которая нужна. А температуру вы, соответственно, выставляете по термоголовке. Принцип элементарный, принцип довольно-таки простой. Стоит такая установка, ну, примерно 50-70 евро, да, обычно, то есть это европейское производство, поэтому я привык все-таки здесь отражать сумму в евро. То есть 50-70 евро. В принципе, вы также можете самостоятельно такой комплект себе собрать, то есть, единственное, коробочку надо будет похожую подыскать, а так все это можно, в принципе, собрать из комплектующих, купленных на базаре, если, конечно, они у вас продаются. То есть вот такой вот простой комплект решает главную проблему. Вот так мы поставим. Ну, ладно. Смотрите, что надо учесть вообще при монтаже такого комплекта, да? То есть помимо самого комплекта нужно предусмотреть и купить нормальную трубу для водяного теплого пола. То есть, как вы понимаете, сюда будет подаваться горячий теплоноситель от системы отопления. Поэтому не все трубы способны долго жить с подачей вот такой вот горячего теплоносителя. Обычно они выживают. Это трубы ПЕРТ, так называемые, потому что у них рабочий режим максимальный это 70 градусов, и 70 градусов для них это уже весьма стрессовый режим. И при таком режиме температурном эти трубы быстро стареют. Сюда подойдет труба обычно ПЕКС-Б, ПЕКС-А, ПЕКС-С, если вы их встретите. И также идеально подходит труба металлопластиковая, потому что она зачастую способна держать как раз высокие температуры. Вот такой вот, в принципе, нюанс. То есть, если вы хотите подключить теплый пол к существующей системе отопления, то делать это можно через вот такие вот термостатные модули для теплого пола. В принципе, это все, что я хотел рассказать вам в данном видео. Если оно было для вас полезным, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Впереди еще, как я уже говорил неоднократно, много интересных всяких видео, объекты идут постоянно. Все-таки что-то для вас всегда будем снимать. Обязательно оставляйте свои комментарии. Мне интересно, как вы решаете ваши проблемы подключения к водяному теплому полу. Вот такие вот, да, когда надо к существующей системе это подключить. Мне очень интересно ваше мнение. Также задавайте вопросы. И до скорых встреч. С вами был Андрей Уфимов, канал Технотерм. Отдавайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok